Субтитры создавал DimaTorzok Это очень здорово. Я считаю, что это отделение очень-очень необходимое, потому что в любом возрасте есть определенный интерес. Я говорю, что любой возраст прекрасен для того, чтобы дальше реализовать себя, показать себя и жить полноценной жизнью. У отделения 24 гуртки самого ростного на керунку. Театры, музыка, вязание и компьютерная грамотность, выучение замежных мов и краезнавства. Пожелым есть чем заняться, а главное – тут у них шматься бров. Я знаю, меня здесь жду. Я прихожу сюда. У меня стало много знакомых, с которыми я могу поговорить, могу куда-то с ними съездить. Мне очень нравится, я с удовольствием кажу. Тут наберела многих друзей. Мы друг друга звоним, справляем юбилея. У нас занятость какая-то. Занятость. Вот главное, что потребуется пожилым людям, как старость была у радость. Коли нечем заняться, не хопая знося, но зникает чувание непотребности – тогда все. Депрессия пенсийного взрослого не за горами. Это очень тяжелый период жизни человека. И здесь очень важно найти себя, как говорится, найти занятия по душе. Я, например, нашел себя в том, что я начал писать морские рассказы. Я их называю новеллы. Я написал свыше 600 новелл. Опубликовал 12 книг. Я получаю большое удовольствие, поскольку я вспоминаю всю свою молодость, службу на подводной лодке. Практично усе пожилые люди у той-ті-иншей ступени с депрессией сутыкнулися. Вот это состояние такой депрессии, надо с ним бороться. Нельзя ни в коем случае поддаваться. Ни в коем случае. Иначе человеку очень трудно. Один человек, конечно, не вытянет это все. Если у него тяжело на душе, то надо общение. Надо общение, надо какое-то дело. Урачи-психологи при этом отзначают, что справа повинна быть не монотонная, как человек тримал у тонуси перш за все нервовую систему. От стану миновита яе залежит и у целом стан здоровья. Сучасным пожилым людям психологи и парады дают самые, что не есть сучасные. Существует целая куча специальных игровых программ. Можно даже так назвать компьютерных игр в расчете на пожилых людей, которые позволяют играть в хоккей, не вставая с дивана. То есть не травмируется человек, а вот эта скорость реакции, вот это реагирование на ту же шайбу, к примеру, или на мяч, если это футбол, можно уже тренировать. Существуют, ну вот эти вот гироскутеры, скажем так, считаются одним из лучших, что ли, можно сказать, приборов, которые позволяют тренировать и сохранять вот эти все координационные центры. А еще специалисты стараются рыхтоваться до пожилого взрослого захода. Настроиваться на то, что пенсия – это только начаток значной части жития, в которой еще много интересного. Людмила Салдина, Роман Филютич, телерадио-компания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова